В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Санкт-Петербурге в апреле начнутся бесплатные экскурсии по закрытым особнякам. Долгожданный проект «Открытый город» с бесплатными прогулками по закрытым дворцам и памятникам, а также лекциями об исторических городских пространствах, стартовал в сентябре 2016 года. Гости и жители города могут побывать под крышей дома Бажанова на улице Марата, который называют уникальным образцом Северного Модерна, в одном из старейших домов на Большой Морской, доме Демидова, а также красивейшем Витебском вокзале и других особняках и домах с историей. Экскурсии проекта делятся на три вида – пешеходные, автобусные и даже трамвайные. Все они бесплатные, но нужно соблюдать правила посещения, о которых подробно рассказывается на сайте проекта. Некоторое время проект был на каникулах, однако с апреля этого года начнется вновь. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. В скором времени появятся анонсы новых экскурсий. В Москве состоится выставка «Ступа, исполняющая желание». 1 апреля в Музее Востока появится настоящая священная ступа, выполненная по всем буддийским канонам. В течение всего дня экскурсоводы будут рассказывать зрителям о магических свойствах архитектурно-кульптурного сооружения и духовной культуре стран Гималая в целом. Принято считать, что ступы источают благоприятные вибрации, и все бескорыстные желания, загаданные рядом с ними, непременно исполнятся. В программе выставки рассказы опытных гидов о роли ступ в культуре гималайских стран, тибетское чаепитие с угощениями и мистический танец снежного льва. Завораживающее действие, сопровождаемое этнической музыкой, наполнит музейное пространство атмосферой горных монастырей. Присоединиться к танцу сможет любой желающий, что особенно понравится детям. Кстати, для них организаторы готовят дополнительные развлечения. В этот раз событие посвящено теме счастья. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте проекта. Часы работы с 12.00 до 18.00. Адрес Музея искусства народов Востока. Бульвар Никитский, дом 12А. Ближайшее метро Арбатская. В Новодевичьем монастыре планируют провести археологические работы. Соответствующий документ имеется в распоряжении Агентства городских новостей Москва. В нем сообщается. В Новодевичьем монастыре проведут археологические исследования. Во время прокладки канализационных, тепловых и водопроводных сетей. По итогам работ археологам необходимо подготовить отчет и предоставить фотографии. Уточняется, что археологические полевые работы будут осуществлять специалисты-археологи, имеющие специальную подготовку и разрешение на право проведения археологических работ, а также владеющие современными методами введения археологических разведок, раскопок, наблюдений и фиксации их итогов в форме научного отчета. Продолжим артефактами земель славянских. Ученые рассматривают версию, что предки Чингисхана были европейцами. Это открытие ученые сделали, раскопав могилу монгольской королевы, родственницы великого завоевателя. О происхождении Чингисхана, создателя самой могущественной империи всех времен и народов, ученым известно очень немного. Место его захоронения не найдено до сих пор. После Чингисхана членов императорской семьи хоронили в тайных некрополях, и ни одно из этих погребений не было известно археологам. Лишь в 2004 году ученые вскрыли захоронение четырех мужчин и трех женщин в Таван-Талгое, и впервые обнаружили доказательства того, что в их руки попали останки представителей золотого рода чингизидов. На это указывали золотые перстни с гравировкой сокола. Это символ клана Боржигинов, которому принадлежал сам Чингисхан. Кроме того, об очень высоком статусе погребения свидетельствовали золотые серьги с характерным герогическим орнаментом. Их носили в левом ухе мужчины, принадлежащие к высшей монгольской аристократии. Все это время шло тщательное изучение скелетов, обнаруженных в захоронениях. В итоге ученые пришли к выводу, что пять из семи человек принадлежат к роду Чингисхана. Одна из женщин, по всей видимости, является монгольской королевой. Трое мужчин, скончавшиеся в возрасте приблизительно 30 лет, были ее сыновьями. Возможно, это внуки или правнуки Чингисхана. По антропологическим признакам все они принадлежали к монголоидному типу. Однако королева выделялась статью. Археологи установили, что ее рост составлял 170 см, а вес оценили 78 кг. Но самое интересное, что представители золотого рода по морской линии оказались носителями гоплогруппы R1B-M343. А это недвусмысленно указывает на примесь европейской крови, поскольку эта гоплогруппа распространена среди жителей Западной Европы и народов, населяющих территории Южного Урала. На этом основании ученые делают вывод, что предки Чингисхана были европейцами, которые эмигрировали на территорию Монголии, а затем ассимилировались в результате череды браков с монгольскими женщинами. Подтвердить эту гипотезу можно, только обнаружив захоронение самого Чингисхана. Самое любопытное, что его мамила может находиться на территории России. После смерти тело великого хана было доставлено в места, где он родился и вырос. Это урочище Делюн-Балдог на берегу реки Анон. По одной из версий, сегодня это территория в районе села Кункур Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Согласно легенде, воины, сопровождавшие погребальную процессию, уничтожали всякого встречного, чтобы сохранить тайне место последнего приюта своего вождя. Затем они покончили с рабами, хоронившими хана, а потом и сами стали жертвой расправы. Такой жестокий способ обеспечил неприкосновенность останкам Чингисхана на протяжении многих сотен лет. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Томске мастерская обережного рукоделия в марте, апреле и мае приглашает на мастер-классы по рукоделию и обереговой кукле. Вы узнаете о славянских праздниках и о роли в них куклы. Научитесь шить кукол своими руками. Подробности читайте на сайте мероприятия. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 21 марта, вторник. Как найти свое призвание? Автор-сказитель Андрей Кожарский. 22 марта. Среда. Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект. Часть первая. Автор-писатель Вадим Мосин. 23 марта. Четверг. Единая астрономическая система древности у славян и ее следы по всему миру. Автор-сказитель Виктор Викторович Максименков. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз в субботу вы услышите запись познавательной передачи о славянской Мацлинице. Программа стол заказов выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василь Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова